В Сочи прошел 22-й форум современной журналистики «Вся Россия-2018». В год столетия Союза журналистов России он собрал рекордное количество участников – 1400 представителей СМИ из разных уголков страны. В их числе делегация Белоглинского информационного центра «Родная земля» под руководством главного редактора Любови Амельяненко. Торжественная церемония открытия форума состоялась в Зимнем дворце. Коллег приветствовал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Нас здесь сегодня собралось больше 1200 человек, такого никогда не было. Здесь представители всех регионов нашей страны, здесь много гостей. За 6 ближайших дней здесь на площадках нашего форума пройдет больше 100 разнообразных встреч, предприятий, круглых столов. Я думаю, что все, кто примет в них участие, потом будут об этом рассказывать, писать. Для участников форума была подготовлена насыщенная программа, более 100 различных мероприятий, мастер-классы, обучающие семинары, круглые столы, презентации и выставки. В качестве докладчиков выступали мэтры журналистики, специалисты в сфере массовых коммуникаций, известные телеведущие, политики, деятели науки и культуры. Своим опытом делились лучшие печатные издания России, телевизионщиков, объединяли дискуссионные площадки. Основные темы лекций и бесед – мультимедийные форматы, продвижение СМИ в интернете, развитие сайтов и страниц в соцсетях. Свободных мест не было в залах, где проходили встречи с представителями телеканалов. Журналисты общались с ведущими общественно-политического шоу «60 минут» Ольгой Скобеевой и Евгением Поповым. Своим опытом делился ведущий программы «Вести» Эрнест Мацкавичус. Надо обязательно быть страстным по отношению к той речи, к тому тексту, к той информации, которую ты произносишь. То есть то, что ты рассказываешь зрителю, должно быть в первую очередь интересно тебе желанием поделиться этой информацией. Ты заражаешь эмоционально, заражаешь всю аудиторию. Большую аудиторию собрали пресс-конференции с президентом Абхазии и главой республики Саха. Презентации Северной Осетии, Якутии, Мордовии, Чечни и других делегаций. Журналисты знакомили коллег с печатными изданиями и телекомпаниями «Республик», культурой и традициями, угощали разнообразными национальными блюдами. Ежедневно после семинаров и лекций трансляции «Премьер 2018 года» режиссер и продюсер Карен Шахназаров представил свою новую киноленту. Решение о ликвидации. А Ася Темникова – художественный фильм «Амбивалентность». Неделя пролетела незаметно, а главное – информативно, интересно и познавательно. На торжественном закрытии подвели итоги форума. Как и предполагалось, он прошел на высоком уровне. Это отметил председатель Союза журналистов России. Владимир Соловьев поблагодарил организаторов фестиваля, а Краснодарский край и, в частности, город Сочи – за гостеприимство. Руководитель Департамента информационной политики региона Владимир Пригода от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева пожелал журналистам признания и успехов в профессиональной деятельности. Нам очень хотелось, чтобы фестиваль действительно вышел на новый уровень. Именно поэтому для него подарком от Краснодарского края города Сочи стал этот прекрасный творец «Сердце города Сочи», «Сердце побережья нашего зимней» и «Жемчужина». Нас очень радует, что на призыв Союза журналистов и края города Сочи откликнулись, ну, как никогда, топовые эксперты в области журналистики и современной коммуникации. Действительно, настолько представительной аудитории не было здесь никогда. Я надеюсь, что это только начало, начало положено. И дальше мы будем вместе вместе и только вверх. Церемония награждения победителей журналистских конкурсов стала завершающим аккордом мероприятия. В различных номинациях отмечены лучшие газетные и телевизионные работы 2018 года. Форум «Вся Россия» в очередной раз стал ярким, знаковым и запоминающимся событием для представителей СМИ нашей страны.